Привет, это Ребуар. Ну, Акро вышел в новом видосе, называется самая скандальная еда и не только. Тайна чин... чимсов. Чипсов Принглс, чипсы Влада А4 и скрепыши. Два чипсы и скрепыши. Давайте глянем, надеюсь будет что-то интересненькое. Поехали! Какова темная сторона чипсов Принглс? Хватай его! Принглс! Мне, кстати, нравится Принглс. Мы заперты в рекламе Принглс, наверное, во сне нас захватили. Как нам выбраться? Никак, Саммер. В чем тайна мужичка на его упаковке? Ну, вот это интересно, я не помню на самом деле. А в чипсов Влада А4 я не пробовал и вообще нет никакого желания. В целе чипсы Влада А4 плагиатом. Что происходит с так называемыми скрепышами из магнита? Скрепыша? Я думал скрепыши. И кого они разгневали? Как один персонаж пытался... Смотчарктер. ...вызывать любовь к сигаретам у детей и как он был за это наказан? Сегодня мы во всем этом разберемся. Вы слышите, прикольный костюм на самом деле. Не отходите далеко. Все мы... Вот такой на самом деле прикольный реально маскот. Не приходится тебе наряжаться в огромные костюмы. Там просто большие ботинки немножечко и голова, и все. Любим подарки. Я не имею в виду ироничный... Реклама. Можно как из ГОТО, учить и... Все массово здрев. Не хочу показаться вам брюзжащим дедом, но мне кажется, в наше время вообще перестали делать хорошую рекламу детской еды. Вот казалось бы... Ммм, без понятия на самом деле, потому что я телек не смотрю, поэтому даже не могу как-то адекватно это все оценивать. Несквик исчез с полок российских супермаркетов, его заменили шарики хрутка. Тоже самое... Что же заменили? Хрутка уже давно, по-моему, было. Произошло с завтраками Космостарс. Наверняка теперь, в связи с этими переменами, должна начаться новая эра реклам. Наверняка утка с упаковки будет теперь... Утка хрунка. ...правляться с детьми во всякие приключения. Или же бороздить космос, как Капитан Стар. Или, наверное, все же лучше создать для русского маскота особый сюжет, который не... Конечно, надо особый сюжет создавать, а не плагиат. ...будет походить на остальные рекламы. И вот что, что они в результате сделали? Рекламу, где хруткая вяло протягивает хлопья девушки. Ой, да он даже не может нормально ей в глаза посмотреть и... Потому что он стесняется. Ну или просто он хочет посмотреть нам в глаза? Может, заигрывает с тобой? ...балко пялится в камеру. За весь ролик он не говорит ни слова. Кстати, вот то, что говорите слово, это не мог стану. Что это вообще? Видео, видите, выглядит как рэпер, наверное, оборот. Должно много говорить всего. Что за омешка? Каковы его достижения? То, что он есть в так называемых скрипушах из магнита в одной... Что это крепуша, бля? ...компании с фейковым мишкой Фредди, которого зовут Фред... Фредлиш... 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 Наруто для бедных, которого зовут... Крутяш... Крутяш? Серьезно, ку... Гениальней. Крутяш! Это что, имя для нового см... О, да... Сука, походу... Хехе! Там еще и этот, есть, Зубастиш. И имеется свой эпичный саунд... Что сказать с Лу... ...возьми и повторяй, очень подходит для линейки, где берут персонажа Хаги Ваги, называют его Зубастишем. И после этого заявляют, что это, понимаешь ли, новый герой Новый Да, да, да Верим, блядь Да уж, действительно, оригинал Оригинал запечатан А это, видимо, жалкая пародия Кто знает, возможно, бюджеты на потенциальные лицензии ушли на вот этот вот рэпчик Взял скриппыш, сделал бишь Обожаю пранки, слышь Взял скриппыш, сделал бишь Блядь, какая хуйня, извините мне У меня прям кровь из ушей Ладно, в каких-то случаях хотя бы пытались придумать свои названия А тут Кто-то их, блин, прям раскрывает, ни хера себе Насколько надо набрать еды, чтобы тебе дали такое количество скриппышей Просто взяли Дракулу из монстров на каникулах и убрали последние Драку Серьезно? Ну это бред какой-то Вот это маскировка уровень бог Нужно будет собрать величайших детективов всего мира, чтобы те догадались откуда Интересно, что же это такое? Надо же взят этот персонаж Блин, хотя бы деньги заплатили, я не знаю, за лицензию Не, ну может быть на этих персонажей реально есть права Но я не вижу ни одной причины иметь лицензию на Дракулу И типа называть его по-другому каким-то образом При этом называть его Драком Хотя по идее имя Дракулы вообще находится в свободном доступе И в этом нет никакого смысла Но взрослые возмутились не спорным моментом авторских прав А излишней любовью детей к скрипышам Серьезно? Какая-то есть любовь у детей к этому говну? В некоторых школах Первый раз про это слышал В городе Камышино объявили запрет на скрипышей Учащиеся, принесшие их в образовательное учреждение, словно забывают зачем собственно Как вообще этим говном можно играть? У меня были пару штук, я думаю, что это... Что с этой хуйней делать? Вообще непонятно Эй, бесполезная просто резинка Они обмениваются скрипышами, хвастаются ими и соединив длинную цепочку Хотя, наверное, это то же самое, что у нас типа фишки раньше были Но фишками хотя бы, блядь, поиграть можно было Машут словно боевым оружием вроде нунчак Так еще разорвутся Вот почему меня в школе так легко обижали Просто под рукой у меня не было скрипыша, которым можно было бы отбивать Скрипыш нунчак В итоге преподаватели поставили жесткое условие Никаких скрипышей Короче, Хрутки, видимо, нормально гневать учителей Камышина И быть в компании ворованных персонажей и токсичного говнеца Токсик, какашич Блядь, серьезно, какашич? Че за... Названием какашич Ув... Без... Вот это крыжачич Кролик Вики до такого бы не опустился Хотя, учитывая некоторые теории про Несквик, то не факт Ну ладно, Хрутка это никак... Первый раз про это слышу, спасибо, больше есть не буду Какой-нибудь супер популярный бренд Кстати, для утки это больше подходит Что нам сейчас дети уважают? Чипсы от блогера Влада А4 Прям уважают? Блин, я, если честно, вообще не слышал ни разу, чтобы кто-то это говно покупал По всему Блин, они хоть вкусные Причем, знаете, если раньше блогерские войны проходили в формате каких-нибудь дисов или рэп-баттлов О, да, хорошо Похоже, теперь мы живем во времена чипсовых противостояний Это типа то, что у Явлеева еще вышло, по-моему, да? Год назад блогер Настя Явлеева обвинила Влада А4 в том, что его чипсы... Изи пизи Лава-лава На чипсы же Явлеевой Надеюсь, я произнес достаточно популярных имен, чтобы это видео что-нибудь собрало После всех этих новостей, многие... Ебать они какие красные Там этого, какого, ааа... Химоза? Мама не горюй, походу Сайты аж выкинули статьи со сравнениями чипсов и размышлениями уровня А плагиат ли это? Да это херня на самом деле, это выглядит отвратительно Это такой ужасный дизайн, капец И это я еще не говорю о всяких сравнениях на ютубе, что стали активно плодиться Что сказать, судя по всему... Блять, что что ли, купить два этих говна и попробовать, а? Какая вам такая идея, а? Удался Ведь, скорее всего, с самого начала это была всего лишь пиар-акция Ведь у обоих брендов от разных блогеров один и тот же сооснователь Алексей Ключкова А, так, Алексей Ключков и Паулюс Кто такой? Но, конечно же, мало кто копался так глубоко Видимо, мне, как пожилому блогеру, тоже стоит открыть бренд и продавать мазь для спины или, там, спицы для вязания Хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе, давай, я куплю мазь Хотя меня-то потом Ивлеева не обвинит в плагиате, так что бизнес явно прогорит Короче, я дед-пердед, ваши лава-лава чипсы никогда не пробовал, но... Блин, надо было вот купить для ролика и попробовать, ну, камон Знаете, какие чипсы были на е... Чё ж не купил-то? Ну, это, мне кажется, был прям контент на века ...и были пафосными в моём детстве Помню... Пафосными? Кстати, да, они в детстве были прям очень дороги... Они и сейчас дорогие были, сейчас, два года назад, пока ещё не ушли Дороже Лейса Пока без акции По акции они примерно столько же стоили Но... Да, они были премиальными прям Я помню, мне приносили их, на самом деле, очень часто Я такой... А-а-а, Принглз обожал их Как покупал какие-нибудь... Бешбармак По-моему, не пробовал Лейс или Рускую картошку И на меня с прилавка будто бы презрительно пялился вот этот... Усатый Мужчинка с упаковки Мужчинка... Его, казалось бы, безобидном взгляде. Я читал лишь один посыл Пуплёк Етить, ты нищеброд... Хе-хе-хе, возможно-то... Чипсы Принглс появились на свет в 1968 году в качестве ответа на возмущение некоторых покупателей касательно того, что многие чипсы слишком жирные. Ну да, Принглс они менее жирные, как мне кажется, но они, блядь, не из цельного картофеля, а это паста. Он быстро портится и где-то на дне пакетов остается слишком много кусочков, что очень неудобно. Именно поэтому для Принглс был разработан единый размер и текстура чипсов, а также довольно нестандартная упаковка, которая защищала чипсы от разрушения. Собственно, данный тубус одна из причин дороговизны. Да, тубус прикольный. А кто же изображен на упаковке? Мне всегда казалось, что у человека из Принглс добрые глаза. Это мистер Прингл, и интересно, многие из вас вообще размышляли, как выглядит его тело. Что, у вас есть? А у него оно есть? Я думал, это только голова. Есть более важные дела, чем задаваться такими вопросами? Жрать чипса А4. Но походу, значит, нет вообще никакие дела, раз я их не ел ни разу. Понимаю. Так вот, об этом задумался американский комик Джон Ольвер в своей программе, в ответ на что ему накидали разных... Гера себе. ...рисунка с предположительными вариантами. Был даже сделан рисунок, где голый мистер Прингл соблазнительно вылезал из своей упаковки, а потом из этого сделали анимацию. Прикиньте, кто-то рос с такой сексуальной фантазией, что... Какая жесть. Я боюсь на самом деле купить чипсы и оборужить то, что там сидит маленький мужик. ...тройцы на чарующей неизвестности. Кто-то вообще изображал его щупальцами. С пентаклями. Но на самом деле есть старая реклама Принглс 70-х годов, где можно посмотреть на тело живого мистера Прингла. Слава богу, в одежде. Хорошо, не придется закрывать головой АКРО. Вообще они похожи ни хрена. Так охрен, она отыгрывает. Мне нравится это ее удивление. Ух ты, картофельные чипсы! Батника ты не видела раньше? Как это вообще может быть возможно? Наука не в состоянии же шагнуть так далеко. Я вот больше удивляюсь, что в те времена на крышке было вот такое вот кольцо. Возможно и... Прикольно на самом деле выглядит. Острые края не раз резали покупателей, так что в результате оно не дожило до наших дней. И вероятно кто-то... Блин, я бы на самом деле вот с таким кольцом наоборот бы охотник покупал. Типа пуха, то что мы это не едим, но это зато забавно. Ты сейчас скажешь, эй, этот мужик совсем не нарисованный, так что он не имеет никакого отношения к лицу на упаковке. И на это у меня есть, что вам показать. Вот другая реклама, где можно увидеть мистера Прингла. И если вы фантазировали о двухметровом усатом Альфачем, то придется расстаться с влажными фантазиями, ведь он здесь маленький чибик. Однако потом выбегают другие такие же... Ебать, их оказывается много. Это не один человек нарисован на чипсах. Это просто его братья. Мальцы и всех их тут называют Принглята. Возможно, они могут собраться вместе в одного гигантского мистера Прингла, чтобы мы наконец заценили его туловище. Но они не хотят этого делать, а они еще пока не вынимают. Но они, как назло, этого не делают. В результате ни идея с реальным усатым мужиком, ни идея с маленькими нарисованными не прижились. И чаще всего в рекламе использовались просто люди, что с аппетитом ели чипсы. Не, ну вообще, откуда пошел вот этот вот маскот? Как они его нарисовали? Придумали вот именно это лицо. Так, к примеру, в одном ролике засветился совсем молодой Брэд Питт. Увы, ему пришлось сыграть довольно статичного персонажа. В то время как в другой рекламе нам рассказывали историю парня, у которого рука застряла в упаковке Принглс, но он продолжает с этим жить. Играет в баскетбол, находит свою любовь, женится. На свадебном торте даже его фигурка имеет банку на руке. Прикол! Он обретает ребенка и умирает, пока его сын повторяет его судьбу. Это, блин, очень странно, Эрик. Согласен полностью. Клама. А почему они так сделали? Типа показывают, надо не так доставать чипсы, а по-другому, да? Я понимаю, что посыл тут в том, что попробовав Принглс, ты с ним уже навсегда. Ну, лично... Не, по-моему, не в этом посыл. Мне после такого вообще было бы немного стремно пихать свою руку в упаковку Принглс, а то мало ли... Get stuck in, как переводится. Ну, а что, мистер Прингл? Хотя, может быть, в этом как раз посыл. Но мне кажется, надо было в конце показать то, что это делается не так. Это засовывается бумажкой и достается вот так вот полностью чипсики. Какой вклад делал он? Усатая голова максимум двигала губы под фоновую музыку и офигевала с эпичности собственной продукции, что прямо с... Нихуя себе. Я сделал чипсы! Скучновато. Зато вот что не скучно. Перед вами Ораниус Метификус. Но его в основном стали называть Пауком Принглс. Серьезно, что ли? Вот это прикольно. Его рассказка. Что-то у всех такая, что ли, одинаковая? Тами понимаете, почему. На YouTube-канале Принглс даже были призывы помочь им сделать это имя официальным для Паука. Обидно только, что самому членистоногому за участие во всей этой компании... Не заплатили, да? Они не платили. Не, ну выглядит прикольно. Только перевернулся, блядя, это злой стал. А боже и Паукам иметь при себе хороших менеджеров. Мало... Потому что мистер Прингл терялся даже на фоне Паука и не показывал свою физическую оболочку. Так еще и в 2021 году его лишили волос. Теперь на каждой упаковке... Теперь это точно Паук. ...и Прингл абсолютно лысый. Похоже, возраст берет свое. И пока рекламщики явно не додали Принглу яркой индивидуальности, интернет справился за них. Какой здесь танец упора. Мистера Прингла начали лепить настоящего персонажа хоррора. Ты уронил одну чипсинку. В русском? Выдешь меня из мусорки? Нет, не русское. Всегда доедай последнюю чипсу. Не доешь, плохая примета. Ебать, какой ты страшный. А теперь сосуль свою сочную ручку, и я покажу, что умею. Я могу тебе надрестать прям на лицо. Эээ... Давай же! Внезапно усатым... Это было, блядь, атмосферно. Жучок стал кем-то по-настоящему жутким. Ненавижу дариться. По-моему, один раз пробовал, они безвкусные какие-то. Вот если бы сказал Лейс, тогда да. Ну и самая страшная тайна Принглс в том, что их чипсовая принадлежность поставлена под сомнение. В их составе всего 40% картофеля. Ну да, там не полностью картофель, там как бы... И то, а не картофель, крахмал картофель. И был период, когда данному продукту вообще запрещали использовать слово чипсы на упаковке. Почему? Чипсы-то могут быть и мясные, например, поэтому... А если вы сейчас... Картофельные, можно, наверное, запретить использовать чипсы. Если хотите перепробовать Принглс с учетом этой информации, то это будет не так легко. В декабре 2022... Пффф, параллельный импорт тебе для чего существует? Ты убил его! Ну да, только цена, блядь, на них, конечно, анута. Ага. Ага. Еще более дорогой и недоступный. Да пошло, ну все нафиг! Но зато в наших магазинах есть мистер Патейта. Тоже усопитель, чел, тоже бест... Реально такого не видел еще, по-моему. ...тело, но хотя бы со шляпой. Лучше, чем ничего. Довольствуемся тем, что есть. В детстве я тоже приходил к такому выводу. Пока... Довольствовался тем, что есть. Успешные люди потребляли Принглс, я довольствовался сладкими сигаретами. О, эту штуку я люблю. Помните такую штуку? Да, да, да. Мои любимые были с Человеком-пауком. А, да, они все одинаковые, по-моему, на вкус. Но при этом я помню, что среди взрослых велись разговоры, или там в газете были какие-то статьи, или по телеку были какие-то сюжеты про то, что сладкие сигареты это плохо. Дескать, детям уже в детстве говорят, что сигареты это норма, и поэтому... Ну, наверное, мне кажется, даже в каком-то смысле это правда. ...коре они пристрастятся к реальным сигаретам. Возможно... Ну, потому что они же покупают именно эти штуки, как будто бы подражая взрослым. Типа, смотрите, у меня сигарет, правда, сладкий. Возможно, именно из-за таких разговоров сладкие сигареты стремительно переименовывались в сладкие палочки. Если уж псевдосигареты могли вызвать скандал, что уж говорить о реальной табачной продукции? И про это есть одна занятная история. Я сам не курю, вам не рекомендую. И давайте сразу проговорим, что курение опасно для здоровья, если вы по какой-то причине об этом не знали. Но многие из моих... Курящих знакомых рассказывали о том, что любят коллекционировать эти стремные картинки из сигаретных упаковок опас... Многие знакомы... Нихеря, я на первый раз такое слышу. У меня и знакомых никто такую хуйню занимается. ...в средствах курения. Особенно в ходу импотенция. Шутки шутками, но кто знает, может спустя годы все эти штуки будут ностальгической вещью из прошлого, как какие-нибудь карточки покемонов из нулевых. Только не эти. Но в целом... А вот под TCG, да. ...нужно понимать, что в наше время упаковки сигарет делают максимально оторгающими по понятным причинам. Но вот раньше все... Но людям пофигу, они все равно их покупают. ...все было иначе. Помню, еще в детстве видел упаковки сигарет Кэмэл. Этот верблюд мне реально запомнился, хотя не то, чтобы он как-то завлекал. Это вам не скелетон из упаковок. Не, ну верблюд тоже крутой. Однако я недооценил его историю. Перед вами антропоморфный верблюд Джо Кэмэл и появился он в 1974 году. Было решено, что старый, довольно неприглядный и обычный логотип нужно обновить и сделать его более дерзким, модным, молодежным. Это немного странно, типа, какого хера? Познакомьтесь с... Да, детей? Поехали другом Джо. Он наш любимец. Отныне верблюд стал носить солнцезащитные очки, кожа... Не, на самом деле, если вот это вот на упаковках показывается, это как-то странно выглядит. Верните, пожалуйста, обычному верблюду. ...куртки, смокинги, кепки с козырьком назад и на его фоне были женщины, чтобы подчеркнуть его успешный статус. Причем мне нравится, что... Нет, все-таки на упаковке все равно тот же самый обычный этот... ...все эти дамы всегда были где-то вдалеке на фоне. Это как будто этот... Джеймс Бондт. И, видимо, Джо был слишком крут, чтобы подпустить к себе девушку излишне близко. В какой-то момент Джо вообще выгнал всех этих бабич куда подальше и на его фоне были уже другие... Почему другие мужики? С братками! Братков на девок не меняем, да? Но потом так и быть. Джо снизошел до верблюдики, который даже разрешил себя потрогать. Джо Кэммел действительно имел успех. И даже другой бренд сигарет, Фильтр Кул, сделал своего маскота-пингвина более брутальным, чтобы не теряться на фоне конкурента. На удивление... Я на самом деле о такой даже не слышу. Компания, ответственная за Джо, не делала телевизионную рекламу, где мультяшный верблюд подходил ко взрослым мужикам и предлагал бы тем перекурить. Возможно, это слишком бы напоминало всякие детские рекламы с анимированными маскотами. Наверное, компания-производитель не хотела словить подобные параллели. Да нет. Дело в том, что к моменту появления Джо Кэммела на телевидении попросту была запрещена реклама сигарет. Так что приходилось справляться иначе, смотреть на потенциальных покупателей с билбордов и мерчантов. Ни хера себе. Многие люди возмутили... Я понимаю, пепельницы, например, на скуршку зачем? ...что дети и подростки, смотря на этот образ неимоверно крутого верблюда альфача, могут пристраститься к пагубной привычке. А посмотреть фильмы, где невероятно крутые чуваки тоже курят, да? Они не могли пристраститься к этой привычке. Джо Кэммел будет давать жизнь-сентенс. И отбавить его forever. ...это бакокомпания спинь, хокинь, и сейчас подобные... ...заявления могут показаться глупым брюзжанием. Но знаете, в наше время, когда во всех бедах обвиняют интернет, компьютерные игры или там какого-нибудь хаги-ваги, такие вбросы могут показаться очередными бреднями на пустом месте. Однако, на удивление, не совсем. В 1991 году в журнале Американской медицинской ассоциации было опубликовано исследование, исходя из которого выяснилось, что образ Джо Кэммела является для детей не менее узнаваемым, чем персонаж Микки Маус. Нихера себе, серьезно? Ну подумаешь, что это же еще ничего... Не, ну узнаваемый это на самом деле, это из-за того, что он просто везде, наверное, был напечатан, поэтому, ну как бы, дети его видят и такие, оп, ну... Не значит? В ходе всего шума вокруг бренда были... Джо Кэммела там, кстати, было сделано, написано под покемонов. Народованы документы, свидетельствующие об исследовании, проведенном компанией, ответственной за Кэммел, по изучению принципов закономерностей, курения и детской зависимости. Было заявлено, что компания использовала это исследование для привлечения внимания детей к табачным изделиям посредством использования персонажа Джо Кэммела. Более того, в документе из маркетинговой презентации компании открыто писали про цель увеличить долю молодежи среди покупателей в возрасте от 14 до 24 лет. Ебанутые, что ли, совсем? Не понял. Ведь это путь к бизнесу завтрашнего дня. Это просто отвратительная херня. Да, вот так вот довольно открыто. То есть, крутой Джо осознанно был создан для привлечения совсем молодой аудитории, потому что, сюрприз, активные курильщики в возрасте имеют свойство умирать, и нужна, так сказать, постоянная молодая кровь. Это просто отвратительно. Разумеется, дни верблюда были сочтены. Джо Кэммел позорно исчез отовсюду, уступив место прошлому обычному верблюду. Он стал темным пятном для компании, персонажем которого табачный... Ну как бы компания сама виновата, что Зак сделала. ...бренды не рискнули в будущем копировать. Ко всему прочему, Джо еще и осмеивали за, скажем так, особенность его морды. Этому физиологическому аспекту даже посвящен... ...дикфейс. ...песни. Ты что, граешь? Как бы этого не хотели... Какая гида. ...и его создатели, Джо Кэммелл не был забыт. Джо Кэммелл стал героем мрачных карикатур, где он был показан как онкобольной, в гробу или в виде смерти. А девушка на фоне уже была медсестрой, что ужасалась от состояния здоровья, Джо. Думаю, посыл понятен. Если бы реклама сигарет была бы честной, она должна... ...затеминатор, осуждает... Ну а с вами был Акр. Охренеть. Если вы не смотрели мой прошлый ролик про плагиат Мадагаскара от Диснея, то жмите по подсказке. Не забывайте про мой... Офигенный ролик получился у Акр. Я узнал много нового и интересного. Спасибо ему большое. Вот. Если вам понравилась реакция, лайк, подписка, комментарий. Не забывайте прожимать бубенчики и все интересующие ссылочки в описании. С вами как всегда был Реборн. Спасибо за просмотр. Пока.